Интересно, за что любят проверку администрации на своем сервере? Как по мне, в первую очередь проверки любят не за то, что автор поддерживает имидж сервера, следит за администрацией и корректирует их работу, а за то, как сильно удается попустить главных героев за их грехи. В какой-то момент мне показалось, что 18 проверка не выйдет в ближайшее время, всему причиной казалось бы улучшение комьюнити в целом, меньше людей стало открыто токсить, поубавилось нарушителей, именно поэтому я почти месяц не снимал на Боброграде, да и плюсом впал в небольшой тильт. Но когда снизу снова стучит пиздобратья из резоблюдов, нарушителей и бандитов младших, приходится все-таки выходить наружу в противогазе. Это 18 проверка администрации на сервере Боброград, IP, группа, а также промокод будут ждать вас в описании. Итак, пожалуй начнем с самого безобидного нарушения, а именно немного неправильной постройки базы, а также неправильного скина. В комментариях наверное уже ребята успели загореться и написать про то, что я начинаю доебываться до реально какой-то хуеты, но это прописано в правилах и это обязаны соблюдать все. Но наши главные герои в этом ролике это реально особый случай, потому что на них жалобы летят достаточно часто и некоторые из них ребята принимают жалобы на себя, поскольку они делюкс админы. Есть еще вот такой тип игроков, которые не совсем хорошо знают правила и возможно какое-то нарушение они могут пропустить мимо глаз тупо, потому что они не знают, что это нарушение, да и че им тягаться с делюкс админом. Не дай бог потом еще придет за рейдит, отхуесосит или же что-нибудь напишет обидное в чате. А эти ребята как раз таки на этом и специализируются, это некие бандиты младшие. Он тут делает прострелы, чтоб по нему нельзя было в голову попасть. Камера этого персонажа от первого лица находится несколько ниже, и поэтому его не будет видно полностью. У него тело закрыто, ноги закрыты, голова закрыта. Сейчас он тут еще делает вот такой вот типа хуевый прострел. Ага, его вообще нормально не видно, да пиздец. Но они выиграют рейд, я знаю. Хорошо. Привет. Нарушено правило минг билд. Как вам месть? Если ты про то место с окном, я проб подставлял, я все проверял. Там идеально стоит в пробу этот прострел. Зрительный контакт также в принципе не нарушается. Вроде как. Тебя не видно нормально. Ну там же тело вроде видно. Нет? Модель твою не видно. А ну, тейп на меня тут. Практически. Я могу поставить туда просто этот, лестницу там. А, вау. Три, четыре, ка. Там место просто конченное в этом плане. И ты его решил сделать еще более конченным. Молодец. Нюхай бебру. Базы, блять, нету теперь. Въебали базу, мужики. Мина, сауна, дверь, блять. Луги охуенные. Все, посидели на маниках. Со стороны может показаться в этой ситуации, что мне просто захотелось доебаться конкретно до этой хаты. Но дело в том, что таких построек делают достаточно много не одни они. На кайф лайфе до его закрытия, в тот момент как он начал скатываться, ребята начали делать коридоры смерти. Базы, которые вообще было нереально рейдить. Об этом говорят даже бывшие игроки кайф лайфа. И часть из игроков как раз таки из-за этого начали ливать. Как говорится, урок будет повторяться до тех пор, пока ты его не усвоишь. Мы этот урок усвоили и переделали правила построек. Теперь вы можете нормально понять, как можно строиться, как нельзя. Есть также подробные иллюстрации к каким-либо пунктам, которые указаны в правилах. И также есть уточнение. Поэтому, ребят, читайте, учите и пользуйтесь. Вот так легко можно разогнать шайку типов, которые засели на квартире. Немного дать им движение. Дальше пойдет тоже, казалось бы, безобидное нарушение. Но при случае, каждый из вас начнет гореть жопой, если его перестреляет челик с такой вот моделькой. Дело в том, что на серваке есть такая штука, как аутфитер. Она позволяет тебе загрузить абсолютно любой скин из воркшопа и использовать его на серваке. И видеть его будет каждый. Но проблема в том, что некоторые скины есть либо поломанные, либо не соразмерные с размерами гражданского, обычного из Hale 2. У большинства таких моделей сломанные хитбоксы. То есть, если ты, как ты сам думаешь, попал этой модельке в голову, то, скорее всего, тебе засчитало попадание в тело, а то и в ноги. Ну, потому что моделька даже по размерам не такая, как моделька гражданского, как мы описали в правилах. Те, кто не особо вовлечен в PvP-игру, скажут, что это, наверное, не очень-то и важно. Но стоит только поставить одного такого балбеса, который вообще не любит стреляться, против другого такого же балбеса, но уже с другим скином, у которого, может быть, какие-то другие размеры или же другие хитбоксы. То, ребят, хотите, не хотите, но шансов будет больше у того чела, у которого стоит нестандартная модель. А это уже дисбаланс и это нарушение правил сервера. Эта часть не будет особо так сопровождаться без ускорения. Всё, что тут будет, я ускорю тупо потому, что большинство сообщений в чате будет это «Лаок, меняй модель», «Лаок, ты будешь её менять», «Лаок, меняй модель». Надеюсь, в этом моменте вы мне просто поверите на слово то, что я уговаривал человека поменять модель около 10 минут. Вот вам скрин в подтверждение. Мне, может, у меня на скорость? Это спиды, спиды, иди, спиды купи в подъезде. Ебать. Спиды купи. Ебать, что ты творишь, мужик? Ебать, торчки уже, не стесняясь, Коля. Мой вообще рекорд вообще... Лаок, либо это... ...покушение за ту цессию, на меня это было, бля, человек 40, которые запаянили меня пять раз, но только вот, знаешь, в крысу в крысу, бля. Типа, в остальных случаях они или палятся, находясь в самых элементарных, там, позициях, например, вот, крыль-крыши там и так далее. Типа, вот, я не ожидаю больше всего то, что мне вот из-под угла начнут меня обстреливать. Ну, как я, да, тогда? То есть, у меня всегда глаза вот на крыше у меня нацелены, вот, на пол вообще... Не, ну, конечно, я все... Чё, долбоёб? Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Я даже не знал, что это заказ будет... Ну ладно, окей. Хе-хе-хе-хе. Весело получается. Саня хряк на охоте. Крыша домов в элитном районе это общественное место, так прописано в правилах этого сервера, поэтому я могу там передвигаться абсолютно спокойно, но не делая ничего такого криминального. Разве что попробовать выполнить заказ с крыши какой-нибудь в элитке это можно, но опираясь также на то, чтобы не было особо много свидетелей. Бандитам, налетчикам и прочим криминальным профессиям приходится несколько сложнее, потому что для них это общественное место, если они сделают там что-то криминальное по своей инициативе, то это будет правило Кроудер-П. Исключение, конечно же, самооборона, например, на тебя напал киллер и тебе нужно как-то защищаться, а бежать особо-то и некуда. То есть по такой логике, если я на него нападу сам, будучи киллером и имея на него заказ, а он меня при защите убьет, то это не будет каким-либо нарушением правила Кроудер-П, а будет исключительно самообороной. Но если он сам первый начнет меня провоцировать на какой-либо конфликт, доставать оружие, стрелять или же пытаться меня дамажить или же даже убить, то это будет нарушение Кроудер-П у него. К тому же это донатный делюкс-администратор и спрос с него, казалось бы, должен быть намного больше, потому что администратор же, он же должен знать правила, тем более такое базовое. Вот это реально база. Кроудер-П по преграде это база. Значит, думаешь, тебя их кормишь? А, питомцы, где у детеныша испанят, ты продаешь вот это все. Че, все понятно? Ну, я продаешь просто, ну как, сейчас подожди, блядь, съебись нахуй с крыши моего пра-пра-пра-пра-геда. Это не твой дом. Это крыша моего друга, блядь. Это не твой дом. Ты не тут лезешь. Это не твой дом. Долбоеба кусок. Кстати, когда я с ним постоянно пересекаюсь, я особо-то и не даю причину вот так вот агрессировать. Там, наверное, кто-нибудь сейчас в комментариях напишет, но он же отыгрывает РП бандита, бандит, это же быдло там. Ну, быдло это гопник, вот хотите бычить на кого-нибудь или же кого-то вызывать на стрелу, берите гопника, но делайте это по правилам. А вот так вот с ровного места крыть хуями чела просто за то, что он существует, я вам крайне не рекомендую, потому что на месте этого левого чела могу оказаться я, и я это хавать не буду. Немного погодя, вы в этом сами убедитесь. Это не твой дом. Да мне похуй, я... А мне тогда тоже похуй в кубе. Мне тоже похуй в кубе. Сиди объясняй другу, как фармиться. О, у меня сейчас, у меня, у меня сейчас оружие в руках, ты, долбоёб? Молодец. Вот НК-шка, вот, для чего. Да, я его врагна хочу, потому что меня ебашку. Опять. Заказ я, конечно, не выполнил, но всё же. Лаок, слышь. Лаок, зашо его? Ово-сикрим действия в общих местах. На ваших экранах сейчас наблюдается нарушение правила физгана Бу. Чтобы вам было более понятно, что оно из себя представляет, я его сейчас закину на ваши экраны. Итак, я заджалил того самого Делюкс Админа за крим действия в общих местах, и меня начинает таскать физганом другой Делюкс Админ. Я не знаю, кто им реально навыдавал столько храброй воды, чтобы они вот такую хуйню на спокойных щах совершали, но это пиздец на самом деле, ребят. Окей, моделируем ситуацию. Я киллер, я иду и ищу свою цель. Я почти нашёл, начинаю выцеливать. И тут, сука, челу приспищило взять меня физганом, утащить куда-то на крышу, а не в Админ-зону, и начать меня допрашивать, почему же я всё-таки забанил его друга. Причём опрашивать меня в таком охуевшем тоне, будто я зашёл и перебанил половину сервера за то, что они не делали. А теперь скажи, какое это криминальное действие, если это его дом. Точнее, это наша хата. Он тебя попросил уйти вроде, не? Угрозы оружием в общих местах. Он тебя угрозил оружием? Алло, куда ты уходишь? Куда надо? Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Я тебе сказал. Какие угрозы оружием в общих местах? От тебя подальше. Какие угрозы в общих местах? Он тебя пригласил оружием, потому что он тебе сказал свалить из дома. Какие это очистили места? Какой физганобус? Я тебе объясняю правила. Ребят, ебать шутка, да? Администратор донатный, который не знает правил, пытается объяснить какое-то правило другому игроку. Блять, с такими приколами лучше реально иди в КВН моего универа. Тебя там заберут с руками и ногами. На протяжении всего вот этого вот фрагмента я не давал ни единого согласия на то, чтобы меня какой-то олух таскал физганом тупо потому, что ему нужно узнать и объяснить мне правила. После этого я написал ему в чат пару раз о том, чтобы он доложил куратору о своем нарушении правила физганобус. Чтобы куратор уже позже выписал ему предупреждение или же выговор в таблице. Знаю, что вы не любите спойлеры в таких вот моих видео, но все же спойлер он ничего ему не написал. И ему же хуже. Ты была нашей Кате. Не трогай меня. Криминал-обус чел заслужил уже. О, си мертвый. А шести один сам доложишь. Хуеть можно. Это крыша пропа, блять. Совсем пизданутая. Это крыша дома, блять, элитного. Он пристроил, блять, крышу и называет это крышей пропа. Что за долбая бизнес? Просто это оружие в общественном месте, это кровь ДРП, блять. А что это такое? Мирная отыгровка, демонстрация оружия или что? Что это за хуйня, господи? Что это за хуйня? Он берет меня, блять, таскает. Совсем ебанутый, блять. Поясни то, что ты не черт. Пять вариантов. Ну, пять вариантов, то, что ты не черт. И получишь маленький брезент. Ну, черт это единственное число. Это конкретно к одному человеку. Нас тут стоит двое. Я не черт, получается, черт это ты. Вот, все. Здоровья тебе. Разбавим немножко все эти разборки обычной игрой. В ходе которых я, естественно, снова наткнулся на этих балбесов. Дальше уже будет прикол в том, что они ведут себя, ну, крайне токсично. Ну, пиздец. Ну, просто без причин поливать хуями крыть игроков. Ну, это никуда не годится. Но, как только они слышат человека с изменением голоса, интонация у человека меняется тут же. Подбор слов во время диалога тоже. Я не знаю, как это работает, но это работает, это проверено. Блядь. Блядь. Я сейчас тебе ебальник сломаюсь, ты будешь хилки покупать бледота. Давай, давай, хилщик, хилщик, мне пиццатрона надо ждать. Поможет мне, пожалуйста, хилщик. Алло, ебанутый, хилки перестань покупать, это рейд, сука, дебил. Я ноль хилок купил, я ноль хилок купил, алло. Кто у тебя в квартире, сука, еще хилки берет? Да я не брал хилки ни одной, я больше не 2000 на руках. Я уже бомб. Кто, блядь, из них, интересно, сейчас брал хилки. Оказалось, что никто не брал хилки из тех, кого я рейдил. Наверное, брали те, кто живут этажом ниже. Поэтому, ребята, извиняюсь, что нагнал на вас. Смотрим на убита. Парни, ребятки, вы очень и очень сильно действуете мне сейчас на нервы. Я советую вам реально уйти. Я же к меру собираюсь, же к меру собираюсь. Очень, у меня писька чешится. Это уже оскорбление даже не Госса, который с ним говорит, а в первую очередь игрока, которая тоже наказуема по правилам сервака. Токсичность в РП даже, которая бьет через край, она тоже наказуема. Кстати, если вы не заметили, то он угрожает полиции очень-очень аккуратно. Но как только полиция говорит что-либо такое же ему в ответ, то он тут же спрашивает, угрожают ли они ему или нет. У меня не получается его взять в Вахап. Ну тогда уходи. Это прямой подчиненный мир. Так что, мне с ним нужно ходить? Знаешь, как псины обычно делают? Сначала выебываются, а как хозяин ухоя, так сразу за ними. А при чем тут это? Я же даже вам ничего не сказал. Мне всего лишь... Ну вот сейчас свой дружочек может вырвать тебя в могилу случайно. Ну пусть попробует. Согласись, один труп это много лучше, чем два трупа. Могилу ты себе сделаешь. Это, ебать, сейчас угроза нахуй или что, блядь? Это угроза, блядь, правильно понимаю? Какая угроза? Ты сейчас мне угрожаешь, что я сам себе могилу делаю. Так ты же первый начал это делать. Назовали ебало. Я уже говорил вам, что я могу оказаться на месте любого случайного игрока. Да? Ну так вот настал тот самый момент. Назовали ебало подпезыш. Заткни ебало свое, ты свинота. Вот предупреждение. Че ты? Ебать, я еще свинота, блядь, ахуе. Прикуси язык. Ахахах. Жала, закуси нахуй свое. Быкуешь на него, быкуй дальше. На меня ебальник не открывай. Ну, постоим, помолчи. Я погуляю. Ну, что тебе нужно, мужик? Че вам? Да хз, я гуляю просто. В литке вообще ничего интересного. Там чел просто какой-то строится. Кстати, слышишь, а ты в курсе, что там на последнем этаже или на предпоследнем, не помню. Это, возможно, скрипка. Ахахах. Не будем рисковать. Пиздец. Ну, я думаю, вы поняли, да? Нет, не поняли? Не зря назад сдал. Будь аккуратнее. Ой, господи. Когда такие уебанские голоса слышишь, так сразу как-то не по себе становится, блядь. Блядь, я ж просто Чела в ответ бычку дал И все, не более Вот он, тихо-тихо, он тут Бать, они скрываются Это настолько легко их, блядь, напугать Серьезно Сука Ладно, сейчас будет дубль 3 Бубль-дубль Ребят, этот ролик и так планируется огромным Где-то 40 плюс минут Поэтому пояснения не будут лишними в любом случае Материала очень много Пояснять приходится очень и очень часто Суть такова, если перед ними стоит абсолютно какой-то левый игрок Который просто играет и юзает войс-чат Это не мой голос То они могут его спокойно хуесосить на ровном месте Но как только чел юзает изменение голоса И голос хоть немного-то похож на мой Они тут же садятся на жопу и убегают И начинают переписываться в чате Но ребята, видимо, не в курсе, что логи никто и никогда не отменял Я не совсем понимаю, в чем смысл такого поведения Когда заходит создатель, ты ведешь себя просто как поймальчик А как только он уходит Или же игрок меняется на не создателя То можно его крыть хуями За все, что только можно и нельзя Как по мне, ну это слишком И это считается токсичным поведением Тем более, как донатный администратор Ну это такой себе пример для игроков, которые только зашли Ну как бы представьте ситуацию Вы только зашли на сервак, играете И встречаете вот такого вот уебка Который непонятно почему Позволяет себе вот так вот себя вести И почему-то считает это нормально Да, это не официальная, а донатная администрация Поэтому все же есть люди Которые судят о серваке По вот такому вот поведению И кто-то может вот для себя решить То, что вот ты на этот сервак зашел Ты купил себе дон админа И можешь ходить крыть хуями абсолютно всех И каждого И ничего тебе за это не будет Спешу вас разочаровать Это не так Ладно, дальше Чтобы подтвердить мое утверждение О том, как они себя ведут в моем присутствии И без Я перемаскировал свой аккаунт Поменял имя, аватарку Также немножечко сменил донат И вуаля На серваке новый человек Который никого не знает И которого никто не знает Зачем ты хочешь, чтобы у тебя двери сожглись нахуй? Возьмите на заказ Я думаю, что тут 30 тысяч заплатить можно Я в рекламу 5 тысяч потратил БЛЕХ ЕБАТЯ ЧУДОМ ВЫЖИЛ Аммм, привет У вас ничего не смешает, что тот человек с оружием ходит? Вас это не смешает? Чисто не смешает, что тот человек с оружием А я бы так было где-то, потому что так могу ходить Амм, нормально Фух, повезло Если что, это звук обыска на деньги Это не делается в общественном месте Это нон-рп Так вот, дорогие зрители Ээээ, вот вы видели то, что только что Эй, чудай, ты чё делаешь Лаок, НО, НРП Чё, дебил совсем, брать? Магия Нюхай, Бебру Ходит, всех обыскивает, проверяет, сколько у кого денег Чё, совсем ёбнулся Это оскорбительное поведение Инсалт, кажется, да? Ороси, Евен, бан хочешь Ороси, Оск, Дон Админа Ороси, выше, читай, что ты писал Ороси, сойдёт за Оск Не нравится, кидай ЖБ Или раз на раз разберитесь Вот это вот его ты в глаза ебёшься Стало, ну, практически последней каплей Перед тем, как выдать ему уже нормальное наказание Нет, конечно, бан ему не стал давать Потому что я его просто предупредил на будущее Если ты так будешь делать То это отойдёт за оскорбление администрации Даже донатное, оно тоже наказуемо Его вы уже встречали в первом акте этого ролика Кто забыл, можете перемотать и пересмотреть Как я понял, долбоёбов совсем перестали лечить И не разговаривать, не строить нормально базы Он не умеет Кто ж примет жалобу, интересно мне Попробуй зайти, попробуй зайти, попробуй Сука, мне кажется, в этом ролике Слишком много экшена и сюжетных поворотов Нет, это не его друг И также не челик из их тусовки Это куратор сервера, только под прикрытием Сука, да что за пиздец Нет, ни в коем случае ничего плохого Просто от этих поворотов событий Реально немножко становится смешно Он тоже решил взять фейк аккаунт И посредить за этими игроками Потому что на них реально много жалуются Но не может сотня мух ошибаться Тем более, когда сотня мух указывает на говно с кайф лайфа А кайф лайф это сервак, который развалился И не только потому, что там было много доната А ещё потому, что там были краймеры, токсики И ребята, которые строили вот такие вот базы Которые нельзя зарейдить Тогда мы очень поздно спохватились Насчёт того, чтобы навести порядок на серваке Да и наводить порядок уже было не для кого Потому что люди тупо ушли А новые не хотели приходить, зная то, что их будут рейдить По несколько раз на день донатеры А потом эти же донатеры будут ввозь чат или же в текстовом Макать их лицом в дерьмо Потому что, ну, просто не понравились им На Боброграде появилась та самая тусовка От чуваков с кайф лайфа Которые тоже приложили руку к развалу сервака Возможно, ребята это делали не особо-то и осознанно Почти каждое обновление, которое там добавлялось Оно делалось для улучшения пвп И чтобы оно было более разнообразным Те ребята, которые учили эти механики Брали донат в руки и нагибали тех, у кого этого доната нету А те, у кого нету доната И те, кто ещё не знает даже про такую механику Как стрейф вправо-влево Они сосали в пвп каждые 2-3 секунды Для меня это достаточно ценный опыт Чтобы не допускать такого же на Боброграде Поэтому продолжаем О, привет Вот я сейчас объясняю Поскольку ты в муте, то да, юзер ИГС Если там никакого по факту оскорбления не имеется Я лишь спросил Дефолтный вопрос, в принципе Типа чё он выёбывается? Там никакого оскорбления нет Оскорбительное поведение, согласен Носка никакого нет Ты мне за это Карается мутом, баном, выговором В зависимости от того, кто ты Админ, игрок, всё Так там как такового оскорбления нет Вот я даже сейчас открываю Пункт 2.2 Инсульт, правила чата Оскорбление в сторону базы других игроков И следи за писаниной Так там никакого оскорбления нет Я у тебя сейчас спрашиваю В каком месте там оскорбление Значит, иди к окулисту То, что я прошу чела не выёбываться И говорю ему, что если бы он был не за байкера Он бы отсосал Это по твоему оскорбление Значит, проси не выёбываться корректнее Мне вот так, типа, писать Дорогой администратор Прошу тебя не выёбываться Или как ты себе это представляешь Когда чел после нашего убийства Просто берёт и хуйню какую-то Высчат высирает Нет, просто не пиши лишнего Ладно Удачи Ретёрн собака Верни меня Дальше меня отпускают с разборок А я иду снова следить за игроками этого клана Примите во внимание то, что ребята Которые сидели в хате на этот момент Все были там Они практически оттуда не вылазят Вся их жизнь на серваке Это просто сидеть на маниках Я это говорю без капли преувеличения Они реально просто сидят на маниках По несколько часов в день Это долбайбизм Несколько человек, которые там сидели Они имеют администратор Кто-то делюкс админ Кто-то модератор То есть, в теории Если кто-то из них имеет какую-нибудь делюкс админку С которой можно разбирать ЖБ, ВРП, Профе Он может немного допомочь серваку А не тупо сидеть в АФК на маниках Или же пресечь нарушение своего соклана Если тот нарушает правила Но... Нахуя? Если админка для того и берётся Чтобы покрывать своих друзей Мы с ними на разных уровнях И нам их не понять Чё ещё раз? Лоли, ты это Про маники забыл Заряди их иди Профессии полицейского Запрещено на сервере иметь маники И как-то сотрудничать с криминалом Если нету договорённости с мэром Но кого это ебёт Если у тебя друг делюкс админ И он может спокойно сидеть с тобой на маниках И не наказывать тебя за нарушение этого правила А, можно им попользуюсь ими? Ага, спасибо Не понял прикола То есть он, блядь, маники ломать не будет? Сотрудничество и нон-рп Нюхай бебру Часик посиди Сними мне мук, блядь Не, ну А то он мне Муслан От меня не выдал и не снял Скажи, за что ты меня ненавидишь? Кроме того, что я Люблю произдеваться над людьми Очень Жёстко произдеваться люблю Что кроме этого? Крыша залезь Залезьте вон там Незримый бегает на крыше элитки Он меня выцеливает Нарушение правила нон-рп Думаю, вы сами всё поняли Не может Отчего ты знаешь? Его права Если он не понял У тебя с крыше элитки То у него будет мало то, что 1.36 Так ещё 5.10 Ого Блядь Лаок красава Узьёст Я маленько в пиздос, блядь Что такое, блядь Лаок Эдик Лаок, да-да, я Пы Лаок, если не я буду рядом бегать Как википедия Ой, господи Ибань Вот это весело На самом деле Прям заказ Как будто пришёл На какой-то клан Лаок написано Лаок, похуй Бать, они там Собрали пизда Братью Никто, блядь Правил не знает Нормально Сотрудничество прописано То, что нельзя Сотрудничать с бандитами То, что он живёт С ними на хате И по-любому Имеет маники Там Это уже сотрудничество Здесь я наказал Уже другого человека За сотрудничество Который тоже не может По правилам сервака Сотрудничать с бандитами У него была профессия цыгана И это всё прописано В правилах Как я понял Это был абсолютно Новенький чел В их компании Который ещё не успел С ними нормально Так сдружиться И просто присматривался С кем лучше поиграть Но в конце концов Понял то, что Выбрал он не совсем Ту компанию За время игры с ними Он нашёл достаточно У них нарушений И был готов нам Спокойно о них рассказать Ну и о том Что они из себя представляют Заметьте То, что наказал его За нарушение я А не тот администратор Который с ним Постоянно сидел на квартире А именно Зунат Это уже не первый раз Когда он закрывает глаза На нарушение своих друзей Имея при этом Донатную администраторку И это также нарушение Правила 6.9 Оно обязует тебя Выдать наказание Тому человеку Который нарушил правила В итоге что? Карты под стол Стволы на стол Поскольку это заключительный Акт в этом видео То пора бы уже Перейти к обычному диалогу Сейчас расскажу В смысле зачем? Ну потому что я бегу По городу Никого не трогаю Херак мне бан Прилетает по 1.31 Ну я че Я знаю что Я смотрю сотрудничество С кем Когда Почему Что за бред Никто не следит Ну да Обернись Стартуй Не вы мне сначала Насколько я понял Вы У вас с этими ребятами Вот с этим генгом Очень плотные терки Правильно? А ты если я не ошибаюсь Сталкер Да по моему? Они просто нарушают много И не знаю правила Если бы у меня было Там сколько их По моему Два Делюкс админа В генге Я бы Примерно такой же хуйней занимался Но типа понимаешь Когда у вас банда И там достаточно много чуваков Если ты хочешь Типа попытаться За них взяться Ну чувак Это будет сложно Я вот тебе Я как Я три года играл На РП серверах Блять В администрации Так что Это знаешь Просто в один момент Тебе кто-нибудь Из высшей администрации Скажет Типа Чувак Остынь Не трогай их Рассказывай Ну типа что в смысле Я такого заметил Ну просто чуваки Играют абсолютно свободно И не понимаешь Ну я в принципе Оттуда и свалил Потому что Ну типа Они Понимаете Они не нарушают Они просто очень сильно Расслабленные Потому что понимают Что они находятся На Лайтер П серверах Вот вчера например Тот же человек резня Столкнулся с хуйней Что пришел я И еще они Делюкс админы Или модеры И все Ну типа да Поэтому они Как бы хуй кладут Вчера Он два раза отменил Считают Что им все дозволено Так эту хуйню Присекайте через верха Просто прямо Пальцем Ткнуть Факты предоставить Что они Охуевают Со своими полномочиями Все Но правда Вот Делюкс админа Купленного Ты хуй по идее С человека Ну заберешь Потому что Он уже его купил Блять Только если он из-за чего-то В пермачу летит Тогда да Кстати Ажб То они не принимают Все это время Они пинали хуи Если грубо сказать Ну доложите об этом Кову Вову Доложите вперед Вы идите к максимальным верхам До которых сможете дотянуться И говорите про эту хуйню Пусть снимают Либо наборных Либо делают что-то с покупными Вот например Сегодня чувак прошел Отбор Который марк Вот этот никнейм Вот блять До сих пор не понимаю Как это вообще могло произойти Это типа чувак Но ему еще не дали оператора Он прошел Отбор Но ему еще не дали права Но этот чувак Сегодня Улетел Ну мог Он мог улететь в бан За неадекват То есть не за нон-рп Не за фир Да-да-да Вот этот тип Вот как он туда попал Я блять Ну то есть для меня Это выглядело Знаете как Так что я сейчас могу Дать Через гуку Тему на набор Зайти Сказать что я знаю Что такое Нон-рп Фир-рп РДМ И вообще Охуетный четкий парень И меня возьмут Но потому что Я видел этого человека В игре Это пиздец Говорить про то Что он орлет Постоянно как ебанутый Это я Ну Это я вообще молчу А за это между прочим Можно улететь в неадекват Если нормальный модератор Или админ попадет Если блять бегаешь И орешь как сука Резаная Отговариваясь тем Что ты отвыг Допустим эфир Ну блять Это неадекват На хуй ты орешь постоянно Не знаю короче Нет То что с этими типами Надо что-то делать В общем мы поняли Да Это по-любому Потому что Там Очень много позволений А касаемо моей ситуации Я знаю что вы можете Банить просто так Вот Увидели нарушение Бах Въебали Но Слушай Ты когда заметил То что у меня там двери А я От них съебался Знаешь Наверное А вот этого кстати Я бы на вашем месте Сейчас словил И поговорил бы Потому что Он сейчас пойдет Сказать Все это сливать Весь наш диалог Здорово мертвый Разбанивай Два дня Ты его опять забанил И прощайся с делюксой Кого я не понял Душа два дня Я Генетический исследователь Какого-то там Который никнейм Издеваешься? Я только Сегодня Сегодня Скаю Одни на бус И физга на бус Мне игрок Пожаловался Какой Одни на бус И физга на бус Можно я один вопрос Мертвому задам? Ты забыл Тон диалога Своего тогда Мертвый Как ты относишься К вот этому Генгу Который сейчас Там в литке сидит Ну Зунат И этот Эвман Тихо Эти ребята Ну Ко всей Этой шайки В семье Ко всей Так это я в них Семьей Если что А ну то есть Понятно Но я из них Я сейчас с ними Вообще не играю Я сейчас играю Только С одним Человек Зунат Тут Человек Резня И прочие Существа А я с ними Не играю Я с ними Сегодня провел Пять часов И понял Что Нахуй Не надо Туда лезть Вообще Ни в коем Случае Ну а не Да Это Пиздец Это Если Короче Зунат Вот ты Говоришь Что если Придираться Да нихуя Он сегодня Меня Лично Вытолкал Например Из вот Этой хаты Физганом Мертвый У меня демки Нету Да у него Нет демки Этого нарушения Но что если Депнуть Этого человека Сюда И предоставить Ему все Факты Того Что ему Сейчас Будет Пизда И пусть Он отвечает По хорошему Либо Будет Еще Хуже Типай Его Сюда Поговорим А что Насчет Меня Зунат На тебя Тут Жалоба Интересно Ну что Ты Изгонобус Что Что Ты Изгонобус Так Так Напомните Пожалуйста Кто Что Сталкер Или кто Или кто Еще Вот 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 Человек Физган На бузе Короче Вытолкнул С базы Вроде Когда Иへ Дcję Так Дай Дай К Вспомню Можете Сказать Когда Чем Чем Был Так Зан Час Назя Час подождем задержать а ты это сможешь смешным так давайте во первых одному в каком может создать состояние был скорее под дрожачкой небольшой важно по моему ну так чем так вот это я могу помню дальше какой там еще один момент был этого мало что ли я сегодня играю в несколько меньше чем весь ваш гэнг зашел посмотрел жалоб дохуя вы бегаете в рп а дело не в этом маленький оставил и высока зазванивали с ним по телефону спрашивали можно ли попользоваться манниками что-то мне тут сидишь заливаешь я чё зря по дому ходил а все уже без проблем не придумала всякую хуйню о том то что кто-то там в фк стоял до кого-то нельзя было достучаться я тебе говорю конкретно про конкретные истории которые реально были у меня на каждое есть доказательства и демка почему ты этого не пресекаешь будучи даже там делюкс админом ну что это твои друзья ну шестого клана невыгодно например строить клан на несколько серверов фьюжн например там хэппи да ну значит занимайся нормально хотя бы одним проектом и учи правила хотя бы одного проекта нормально так чтобы ты хотя бы старался не нарушать или же твои ребята кто играет с тобой в клане не нарушали ты за двумя-тремя зайцами погнался сука одного даже поймать нормально не можешь набрал болванов себе в клан которые не знают правил нормально не могут базу застроить сами при мне сейчас говорили в элитном районе про то что охуеть какая крутая база который сначала горит невозможно застройку этот зарейдить а потом оговаривается быстро исправляет на то что можно зарейдить если ты не тупой ты же недозрелый клон лаки чармса что ты не вкурил этого до сих пор у тебя челы бегают до астана да да я точно знаю что у меня есть токсики некоторые деды у тебя весь клан такой алло блять дядя вчера на день мог еще один человек у тебя улетит тупо из-за того что модельку выбирает в скин ченджере неправильную которая меньше намного так нормально чем обычная моделька гражданского высока правила не знаете прежде чем брать делюкс админов сука читайте правил этот два раза нарушил правила администрации у него улетает делюкс админка это начало хорошо а потом у тебя тоже улетает делюкс админка и у лоли за токсичное поведение а также за кучу нарушений которые я постоянно вижу тоже улетать делюкс админка нет выговоры что я говорил тебе тогда передай куратору о том то что у тебя выговор за физган абуз что ты сделал ты ничего не сделал я открыл вчера таблицу у тебя нет ни одного выговора котором я просил нет тебе не понравилось то что этого его друга лоли забанил тогда и ты начал меня специально удерживать на крыше если ты так один раз сделал со мной на фейке ты по-любому так делал достаточно регулярно пока тебя один раз тогда этим не напрягли выговором тебе сказано было написать куратору сказать то что у тебя выговор ты не сказал извините меня хорошо хорошо сейчас я айди скопирую уберу не они не ну так два выговора и все это сразу минус админка зона заткнись так теперь у тебя разбор жалоб физга на бус что полагается за жалобы и физга на бус два выговора это что это минус админка правильно лоли стима иди скинуть я целая таблица есть теми кто у тебя в клане не спрашивайте откуда я знаю насчет таблиц игроков насчет таблиц о том кто на каком серваке рассредоточен у меня просто очень хороший слух да без проблем скинуть таблицу не таблица в принципе особо не нужно ну давай окей но мне нужен то лоли на табле только не читай ты как у меня как или еще что-либо твое деструктивное мнение о моем проекте но который ты сейчас упоминал и про клан мой как со стороны у вас пизда братья которые не знают правил вот и все по пунктам я уже про троих рассказал тебе мало ивин у тебя за языком не следит и не может нормально построить базу вчера он сделал прострелы которые нельзя было нормально зарейдить я ему выдал бан за это сегодня я ему выдал муд предупредил то что за оскорбление донатной администрации также полагается бан я вам предупредил но выдал ему муд он подал за этого жалобу ему это тоже не понравилось в чем проблема а чё сейчас какой-то прогресс что ли не заметил прогресса ты также набрал себе в клан краймеров которые страдают хуйней токсят нарушают правилы и не знают их тем более находится уже на донатных администратор как кая на карте да например уже продолжай продолжай какой я на карте я такой буду и на разборках ну в плане ну то есть я уверен в чем-то своих словах и действиях вы сейчас для меня вот ты мне лично вот я сейчас уже не буду думать что я кого-то там засучил например ты мне лично рассказывал бога и блядская администрация понимаешь не перебивай пожалуйста меня разборки я если в себе я буду отстаиваться до конца и говорить извините или прочее никогда не буду я иду на разборке значит я знаю куда я иду зачем вот мертвый я сейчас от тебя честно в шоке нахожусь потому что вот этот потухший голос вот это из рамок и не забудем видел но это прям это просто пипец я сейчас смотрю на это и понимаешь что вас просто взяли за хвост и вы резко как бы такие а тогда мы ничего не будем делать у тебя я побыл несколько часов сейчас плане чувак если честно тоже те конструктивное мнение не от какого-то именитого человека от просто игрока которому предложили клан я согласился это это пиздец мягко говоря это не клан у вас просто толпа которая сидит на маниках если хочешь я потом тебя также выскажу все я все уставим младенца глаголица истина текст что спасибо ты сейчас стоял в литке минут 20 назад просто по факту того что чел не играл там на ком-то старом серваке где играл ты ты чела вместе с другими ребятами называла на нам зато ты был доволен тем что например ты известен тем то что тут я был клан краймеров которые от классика который там играли чем не отличаются какая нахуй помощь на вот этот твой проект на хэппи и на каком-то другом еще серваке где ты их планируешь с ивеном например эти предупредил если вы тут будете дальше продолжать страдать хуйней токсить безмерно долбоебов набирать которые токсят нарушают правила тупо играть тут не будете ты начал мягко говоря словесно типа пытаться додосить чела который является высшей администрации еще прикол ребята в том то что один из их клана становится на наборную операторку если он продвинется до высшей администрации то это будет пиздец реально посудите сами если такое творится у них донатной администрации то что будет с наборной они просто охереют и начнут творить то что им захочется да и плюс зонат постоянно выстебовал куратора сервака а это представитель высшей администрации за это полагается перманентный бан ну и поскольку его сокла на ведь story который к стал на оператора и уже собирается с него сниматься то мы дали ему задачу забанить его самого ты общаешься как прохожий вымораживает аж как прохожий который вот опадным ты не сын прохожего ссылку мне скинь вк у тебя вк мы есть ты постоянно писал туда и зачем на себя в грис мод потому что пермач не хочет логично в короче зонату пермач хорошо а врачи можно пожалуйста а хорошо подождите немного часа снимать дископирую и забаню лога с 2 и 2 а вот еще немного пожалуйста так зона копировать стима и диму меню player банк перманент 2 и 2 еще раз какой пункт 1 не обязательно все говорить да я просто говорю чтобы потом ошибок никаких не наступил как на модератор так первый пункт все хорошо все я его отправил в банк ты боишься чёрт его сейчас 1 221 миллион шестьсот восемьдесят три тысячи сто семьдесят один а ты тоже я смотрю такой деликатный сразу стал когда вот перед ними встал то что ты не орешь ты как раньше нечего отчитываешься 10 смеха по факту я реально и не честно я реально могу орать но если про доходит до пределов и мне уже говорят от того прекращай потом я уже прекращаю один день на наборе и снят уже дала то я не про то я говорю про то что вы неферственно смелые крутые астреязычные саркастичные пока вы находитесь на укрепленной базе прп как только вы попадаете сюда все блять как рукой снимает просто вон это там мой а давайте мне расскажешь а какие у меня проект ты понимаешь блять а тыс ты знаешь а сейчас хотя бы ты понимаешь что ему пиздец уже ну ты хотя бы согласен я такой был смелый администрация гандоны эти уроды эти того не достойный куратор дилет я не закончил пожалуйста сейчас он здесь стоит я ему не просто так написала почему ты не говоришь все что говорил при мне потому что если ты говоришь что администрация кураторы все вообще вместе уроды которые не умеют работать и ничего не знают и ты уже но тебя прижали да ну скажи ты это блять ну ты прояви характер нет вы сука начинайте извините а мы не хотели спасти по что-то умные глаза но вы чё ребят блять ну как он отговорил до пиздит он блять вот я служилший человек такому там не учат вообще блять но либо он это я по опыту по армейскому толчки убирал были 24 на 7 вот тогда такой он может быть вы завязываете с этой хернёй или человек резняет от ваш который вчера мне вообще открытым текстом говорит суши братан но тут на рп всем насрать но ты как бы извини из 2 неодекватен а помню да он играл за по моей прощению по моей жалобе я ведь твою же вы не разбирал не общаюсь но как бы мы только как 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 по семье там пообщаться можно когда мы в базе сидим там всегда можем пообщаться также что ты мне чешешь я слышал я сидел в вашем дискорде я слышал как вы общаетесь я говорю я общаюсь с ним только когда мы на базе сидим там общаемся да но когда он тупо там заходит сам в одиночке сидит мы у вас разве нет за собственного да не поверьте нет реально говорю я захожу только чтобы отписать кому-то и выйти я не сижу в дейсе следить сейчас просто взяли короче зайти пообщаться я такой ну окей зайду потому что я профилактика у меня во-первых херовый очень микрофон они тебя ждали 3 часа пока ты проходил отбор они потом с тобой веселились херову тучу чё ты блять тот рассказывает что с тобой никто там не общается и ты ни с кем как не общается угольки самые любимые с ними постоянно тусил на базе я вот как зашел я видел все ты полтора часа на проверке чё ты чешешь ракаса был на проверке с якутом стал паркер я ведь тоже был на проверку на базу пошел на базу на сайте хочешь самое жесткое нарушение и пиздец пожале начал потом общаться как ну давай пять десять самое жесткое нарушение я не знаю но и раз уж такая пляска раз я теперь я теперь уже понял что это за персонажи вот ты мне объяснил вы друг друга херачили ножами на протяжении херовой тучи часов а ну то есть вы друг друга как бы килили прибегали обратно с этого угорали там то это я понимаю таким заниматься цену знаешь там часа в три ночи когда на сервере там пять с половиной человек да допустим учета такое вы это делали вот сейчас сколько по мск типа пол восьмого я говорил зунату чтобы он выдал наказание и сам убивал он хуй забил да при этом ты сам херачил форса форс кстати с вами все еще если да то я сейчас прибегу скажу чтобы он уебывал оттуда быстрее пули кому эвину это не 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 у них там тоже был аля как я понял новый чувак с ником что-то форс что-то там он типа тоже форс но там такой же чувачок на самом деле очень странно вот он капитальный красавчик без сомнений короче да вы очень веселые ребята я щас вот все почти всю разборку как только появился этот уже забыл даже никого короче кто благополучно те вправе я просто ржавал как спиньер последний все в той шайке токсичные и веселые да а такой смелый приходит сюда ой но у меня много пролетов 24 минуты pm собака хер ивент на 25 мая отменяется до конца разбирательств мне наборный простил за эту хуйню тоже пермач или меня зонату говорил и не раз прекращай рдм это чо от месяца до пермача месяц у вас месяца по приколу начнем но забавная ситуация да что если ты меня не забанил без причины я бы сюда не попал но все-таки не без причины я просто очень удачно зашел я думал просто не зайду в очередной раз чем попробую пособирать из их нарушений но потому что пиздец мне челы жалуются я вахуй сижу понимаешь ну естественно я зашел сам я посмотрел думаю может реально там чё-то не так а